привет всем кто интересуется загородной недвижимостью этот ролик посвящается сегодня я приехал в коттеджный поселок совушки и этот обзор будет про то где он находится что здесь есть и что будет в будущем поехали друзья мне согласился дать интервью сергей колесников это исполнительный директор проекта совушки город и лес городе екатеринбург я хотел это сказать но сергей меня опередил 30 минут мы ездим по будущему коттеджному поселку совушки он нереально огромный и сейчас застраивается наверное но процентов 5 от него вообще весь полностью он застроится в течение 10 лет по крайней мере так обещает сергей здесь будет много всего включая школу детский садик парк на 15 гектар я таких поселков не видел вообще в принципе здесь будет асфальтовая дорога тротуары ливневка никаких проводов газ свет это район города ну в общем все по порядку сейчас сергей нам про все расскажет про то где находится этот поселок до локации очень удобная это городская черта это чкаловский район если вы поедете из екатеринбурга то это примерно 30 минут время доезда это условно там 15 километров от там района ботаники тем не менее это городская черта это значит что у вас городская прописка это все плюсы городской прописки это спецслужбы и экстренные службы вот и кроме того вы видите что здесь асфальтированные дороги они прямо до самого коттеджного поселка и внутри коттеджного поселка дороги и тротуары то есть все элементы городской жизни бордюр как вы правильно сказали ливневая канализация это гарантирует что у вас всегда будет чистые сухие ноги вам удобно будет передвигаться здесь по этому микрорайону говоря о масштабности да вы правы это примерно 140 гектар площадь застройки и это большой жилой комплекс но он большой с точки зрения загородки то есть таких наверное крупных мы не наблюдаем на рынке екатеринбурга но это не какие-то там городские масштабы большие потому что площадь застройки здесь намного ниже чем в городе здесь нет многоэтажных домов вы правильно отметили что есть автобусная остановка городской транспорт здесь есть рядом с соседнем поселке это три километра школа детский сад это тоже верно они муниципальные и можно туда отводить своих детей кроме того для младших школьников ходит школьный автобус сюда к нам на остановку вот кроме того мы планируем построить здесь на этом участке своей школу и детский сад и в ближайшее время через пару лет у нас будет первый детский сад на территории нашего поселка никуда есть не надо будет да что касается коммерческой инфраструктуры это магазины аптеки то они конечно в ближайшем окружении они есть это поселок горный щит о котором вы сказали там есть все продуктовые магазины а здесь планируется да значит у нас сейчас строится рядом на въезде в наш жилой комплекс то есть фактически от на территории магазин пятерочка который откроется примерно в январе феврале следующего года прямо здесь поселки да прямо здесь во вторых сейчас здесь есть небольшой магазин формат магазину дома продуктовый в котором все основные продукты те которые вот нужно выйти на быстро руку купить все это есть уже сейчас круто ну ребят слушайте действительно очень огромная территория огромнейший поселок и то что сейчас говорит сергей школа детский садик это что-то из мира фантастики я такого нигде в коттеджных поселков вообще не встречал честно говоря есть небольшие сомнения по поводу того что это построят но сергей утверждает что уже есть прецеденты но в тюмени друзья значит кто не верит все в тюмень сергей обещал адрес оставить меня приглашал я даже вроде уже почти собрался съездить и посмотреть съезжу посмотрю но если это случится это будет просто бомба ребята поэтому надо мне кажется бежать брать значит что брать то будем сергей давайте про инфраструктуру внутреннюю что здесь есть если купил я заехал живу с чем столкнусь давайте поэтому про про это поговорим специфика нашей компании особенность этого проекта заключается в том что мы сейчас не продаем отдельные земельные участки то есть мы продаем готовое решение земля со всеми сетями на которой мы построим дом по проекту проект выбирает изначально будущий собственник причем у нас есть совершенно там конкретные типовые проекты и будущий владелец выбирает для себя то жилье которое им подойдет когда собственник покупает дом он получает к этому конечно да вы правы все эти дороги асфальтированные городского формата вы видите что здесь бордюрным камнем друзья дороге свечения до бордюрный камень все как в городе тротуары асфальтированные заниженный бордюрный камень в местах пересечения пешеходного перехода с проезжей частью вот естественно все сети это газоснабжение централизованная городская канализация центральный водопровод мы здесь на месте добываем воду у нас есть свои скважины водозаборный узел абсолютно все законно проходит вода водоочистку соответствует абсолютно всем нормам санитарным которые предъявляются к воде но электроэнергия вы видите что там все сети расположены под землей здесь нет никаких проводов все это создает ощущение комфорта то есть там отвечая на ваш вопрос что получает житель он получает абсолютно полный полноценный городской комфорт но живет он за городом к этому городскому комфорту у него добавляются все атрибуты загородной жизни положительные это лес деревья птицы чистый воздух много солнца много света трава на которой вы выходите лужайки есть лес он находится прямо на территории жилого комплекса прямо в центре это тоже будет изюминка нашего проекта мы его благоустроим расчистим сделаем дорожки площадке люди там могут гулять сделаем освещение в общем вот такие у нас планы ну грандиозно я хочу сказать да это так вот я заехал с семьей у меня дети маленькие большие этим детям нужно чем-то заниматься соответственно они хотят гулять вот чем им здесь заниматься в некоторых поселках мы сталкиваемся с тем что есть дом он за забором и каждый дом за забором и когда ребенок выходит за забор то чем он занимается я всегда обращаю внимание нашим посетителям покупателям или там партнером которые приезжают обратите внимание вот мы с вами стоим за нами тротуар да и эти тротуары сеть тротуаров она расположена по всему жилому комплексу то есть ключевое отличие о чем вы говорите от типового коттеджного загородного поселка в том что люди могут свободно спокойно перемещаться при этом им не надо выходить на проезжую часть там не надо там рисковать жизнью здоровьем это круто потому что это как раз условия которые застройщик создает для того чтобы люди передвигались общались чтобы дети гуляли кроме этого для детей реализована детская площадка и будут построены дополнительные ну и плюс есть такая крутая штука которая присутствует далеко не у каждого застройщика в екатеринбурге ну и практически вообще отсутствует у загородных застройщиков это клуб жильцов и мы с вами сегодня его посетим посмотрим что это такое я вам расскажу о том чем можно людям заниматься в этом клубе жильцов что могут получить там жителей как проводить свой досуг то есть мы сейчас говорим про людей взрослых чем заняться взрослым дети разъехались на велосипедах кататься по территории взрослым надо чем-то заняться но не все же время дома сидеть правильно и пиво пить перед телевизором надо как-то социализироваться как они будут социализироваться в клубе да во первых вы здесь получаете загородную жизнь то есть само по себе это говорит о том что вас точно будет чем заняться появляется некий участок земли на котором вы можете реализовать весь свой творческий потенциал возможно даже не будет ограничиваться там картошка или чем-то еще вы видите что здесь деревья цветы и клумбы теплицы кстати говоря кроме того там загородная жизнь это баня терраса на открытом воздухе летняя кухня и много-много всего чем может заниматься житель за городом собственно говоря за этим люди едут но для того чтобы люди имели некую там социальную форму общения и складывались определенное сообщество мы как раз реализовали тот самый клуб жильцов это досуговый центр это место где созданы условия для того чтобы люди могли собраться у них были для этого условия это достаточно большое количество людей любые мероприятия настольные игры мафия мастер-классы йога спорт творчество песни вечером под гитару кстати говоря у нас проходили и это интересно жителям либо какой-нибудь футбол вечером вместе посмотреть собраться уже собираются смотрят поют вырезают выпекают занимается йогой то есть это все работает пока здесь живет небольшое количество людей но они уже оценили это досуговый центр который мы создали для всех в будущем люди которые будут заселяться и новые жители безусловно я думаю с достоинством оценят нашу изюминку но и плюс будущем появится помимо школы детского сада еще же какие-то постройки я так понимаю парк появится куда будут ходить семьями например гулять правильно смотрите мы компания которая в принципе давно уже строит дома и как мы о себе говорим мы наша цель не просто построить там жилье квадратные метры мы всегда думаем о том как будет сформирована образ жизни формат жизни и досуг людей в нашем жилом комплексе поэтому ценность общественных пространств мы прекрасно понимаем поэтому и действительно парк тот который мы будем благоустраивать лес который сейчас там неком диком состоянии дорожки и общественные зоны площадки для отдыха это все будет в парке но кроме того будут конечно площадки общественное пространство на территории например таунхаусы которые мы строим в этом году пять домов мы там уже сейчас предусмотрели определенную общественную зону где расположится и детская площадка и место чтобы люди могли собраться посидеть на лавочках пообщаться прогуляться и так далее ребята мы приехали на место стройки это то где строятся таунхаусы дуплексы в общем сейчас сергей расскажет что здесь будет и что будет продаваться что вы можете приобрести здесь мы строим сейчас на этой стройплощадке мы строим таунхаусы примерно а 30 блок секций которые расположены в пяти домах мы их начали строить в этом году и планируем достроить также к концу этого года и ввести в первом квартале следующего года что такое таунхаус это так называемая блокированная секция с участком земли на сегодня здесь мы реализуем три типа таунхаусов это 93 квадратных метра 103 квадратных и 121 все эти таунхаусы в два этажа у каждого таунхауса есть своя терраса небольшой backyard там земельный участок он варьируется от 2 до 4 соток в зависимости от там вариации и небольшая парковочка на 12 автомобиля перед таунхаусом своя индивидуальная парковка где будет только ваш автомобиль что касается цены наверное там тоже стоит об этом сказать на сегодня мы рассматриваем такой вид жилья как таунхаус как полноценную замену городской трехкомнатной квартире без цена на уровне трешки это там семь с половиной восемь восемь с половиной миллионов рублей а сергей давайте про цены три вида таунхауса три цены смотрите 93 квадратных метра это порядка 8 миллионов рублей 103 квадратных метра там 8 500 и ближе к 9 миллионам это 120 квадратных метров в эту цену входит цена самого строения жилплощади два этажа и участка земли который идет с этим таунхаусом участочек перед таунхаусом это небольшая парковка на один-два автомобиля и backyard с террасой где вы уже будете там отдыхать и там сделайте беседку и так далее хорошо я пришел к вам заплатил деньги и пока не понимаю в каком состоянии вы мне сдадите в каком состоянии я получу эту жилплощадь мы строим таунхаусы по фазе 214 это договор для его участия значит я думаю что вы знаете что это все права дольщика ответственность застройщика которая предусмотрена законодательством это очень огромный плюс для загородного жилья это не какой-нибудь там договор подряда или договор купли-продажи будущие вещи поэтому все свойства жилья и степень его готовности и сроки строительства оговорены в договоре который регистрируется в росреестре чтобы вот написано в договоре это предчистовая отделка эта стяжка эта штукатурка на стенах ну понятное дело это кровля это входная группа это все двери окна и это благоустроенный земельный участок как минимум небольшой посевной газон где-то рулонный газон мы тоже передаем дольщику кроме того это газовый котел который будет установлен он будет подключен мы заключим потом вы перезаключите прямой договор с гургазом и вы лишаетесь там в хорошем смысле сразу всех этих проблем связанных с необходимостью согласования проекта подключения устройства газового оборудования то есть вы все это получаете готовы дорога к подъезду асфальтирована или какая-то дорожка мощеная или это самому жильцу нужно делать вы получаете сразу асфальтовое покрытие для автомобиля парковку с георешеткой на которой будет ваш автомобиль брусчатку до самого вашего крыльца выращатку эта плиточка эта плитка до абсолютно полноценный проект готовый к тому что вам останется сделать только чистовую отделку обои ламинат покраску кафель санузел то есть это в соответствии с вашим дизайн проектом вы делаете абсолютно все то же самое что и в городской квартире я еще раз уточню ребята я еще раз уточню значит когда мы покупаем дом в коттеджном поселке как правило эта коробка и даже не всегда с забором в этой коробке мы должны сделать ремонт а штукатуре стены сделать стяжку провести все трубы водопровод подвести дорожки к входной двери заниматься благоустройством стелить газоны устанавливать котел подключать этот котел газовый а здесь уже все есть да вы правы значит все эти проблемы на себя берет застройщик нет подождите еще раз прошу прямо все есть еще раз прямо это все есть вы ничего это сами не делаете но мы мы продаем городской формат только за городом то есть когда вы приходите в городскую квартиру же выше все эти вещи не делаете у вас все сети заведены у вас там есть дорога асфальт плиточка ровно все те же самые условия вы получаете здесь вам не нужно будет ну что там я не знаю дорожки делать там дорогу асфальтировать газовый котел тоже будет электроснабжение будет заведено водопровод канализация будут уже внутри вашего жилища то есть вам останется сделать только чистовую отделку как вы хотите вы знаете сергей вы меня сейчас только что очень сильно расстроили даже вот очень сильно знаете почему почему потому что мы наша компания проектирует великолепные дома частные жилые дома прекрасные проекты а вы лишаете нас такой возможности вы уже готовая продаете сушки но рынок большой как бы пожалуйста вы можете проектировать в других поселках в нашем поселке уже все есть и спроектирована друзья нам остается только предложить вам дизайн-проект за дизайн-проектом к нам приходите внутреннего пространства с удовольствием сделаем а вот по архитектуре как-то не сложилось но мы еще поговорим на эту тему сергей что касается второго типа это индивидуальные жилые дома земельным участком то есть коттеджи мы также их будем реализовывать у себя в проекте в этом году у нас строится порядка десяти таких коттеджей в следующем году мы тоже продолжим это дома каменные площадью 75 95 и 105 квадратных метров еще появляется 120 квадратных метров дополнительный проект вот и третий тип жилья который мы здесь реализуем это многоквартирные дома но особенность заключается в том что все они будут малоэтажные это четыре этажа это многоквартирные дома разной категории комфортности будет повышенная комфортность или категория стандарт это дома с закрытыми дворами или это дома с большими окнами высотными потолками будет разновидность с чистовой отделкой полностью под ключ но в любом случае все будет малоэтажка потому что находимся мы с вами за городом вот когда мы находимся в городе и некоторые жители покупая квартиру в многоэтажке думают что они покупают в доме 11 этажей а потом и 15 у вас не будет такой истории вряд ли то есть мы компания которая четко понимает что она строит и мы понимаем зачем мы это делаем то есть четыре этажа это осознанный выбор дело в том что люди получают дополнительный комфорт когда у них четыре этажа они 7 не 12 и они по крайней мере они видят деревья и на деревья они смотрят снизу вверх они сверху вниз как жители там к сожалению 14 или там двадцати четырех этажных домов поэтому мы за такой комфорт мы осознанно создаем именно такой формат жизни и считаем что за городом люди не должны жить в многоэтажных домах то есть вы не погонитесь за прибылью понимаете прибыль как и для любого девелопера и для любого бизнеса для вас для нас важный показатель но она не может быть в ущерб качеству жизни или в ущерб тому формату который мы реализуем то есть это вся наша идеология она заключается в том чтобы формировать удобное комфортное жилье и в рамках этого проекта те четыре этажа которые мы реализуем они вполне нас устраивают с точки зрения прибыли поэтому мы не предполагаем строить этажность больше а вы продаете готовое жилье фактически квартиры за городом трех форматов либо тонхаус либо отдельно коттедж либо квартира в доме то есть если я захочу по собственному проекту построить здесь дом у меня это не получится просто землю продадите да скорее всего у вас это не получится там я понимаю что вы в этом видите некий минус но для большинства людей для тех которые покупают здесь жилье это будет плюс почему потому что когда девелопер реализует единой архитектурной концепции по заранее там согласованным утвержденным проектом в итоге покупатель и житель получает некий там законченный целостный архитектурный объект который радует глаз большинства людей они только ваш глаз когда вы построите себе некий там особый отличающийся от всех других дом и так я сейчас вам могу на нашем 3d макете показать те самые то он хаус и которые мы только что смотрели на стройплощадке вот это два квартала застраивающих с таунхаусом в этом году квартал 3 это квартал 9 это 5 домов 2 плюс 3 они имеют примерно одинаковый архитектурный облик хотя у нас чуть-чуть разные выполнены кровли в разном цветовой гамме вы здесь наблюдаете на этом макете что благоустройство будет также выполнено сразу полностью это асфальтированная дорога для того чтобы каждый житель мог подъехать к своей блок-секции это парковка перед таунхаусом из эко брусчатки backyard на задней стороне видите что есть большие участки есть поменьше большие как правило у крайних разные видовые характеристики где-то там хаус имеет он граничит прям сразу с деревьями там открывается прекрасный вид на лес у некоторых таунхаусов это вид в центральную часть нашего поселка и застройки вы здесь на макете наблюдаете что это блокированная так называемая застройка когда несколько блок секций из них составлен дом в частности там пять или шесть блок секций и есть честно скажу иногда сомнения или страхи покупателя о том что ему как-то там будет слышно соседа который будет через стенку так вот хочу обратить внимание что в нашей случае в нашем случае стена между соседями она раздельная ну то есть то две разных стены это смежные квартиры но у каждой из них самостоятельная капитальная стена между которыми присутствует зазор 50 миллиметров который заполнен шум и теплоизоляции то есть это полностью исключает все возможные шумы которые могли бы передаваться как в городском жилье в многоквартирном доме в данной ситуации такого не будет у вас полная шумоизоляция ну и 2 макета которым я хотел бы рассказать это индивидуальные жилые дома мы тоже такие строим как мы сегодня говорили дом с отдельным участком у каждого участка тоже будет свой своя въездная группа своя парковка заборчик которым будет обнесен земельный участок они имеют тоже разную площадь но примерно там от 6 до 10 соток площадь земельных участков и дом либо в два этажа либо в 3 площадь домов 75 95 и 120 квадратных метров в ситуации с таунхаусами площадь 93 квадратных метра 103 и 121 и по ценовой политике тоже еще раз повторю эта цена там условно от 8 миллионов рублей или чуть меньше есть 8 миллионов это 93 квадратных метров 8 с половиной это 103 и 121 это ближе к 9 миллионов рублей цена включает себя все сети о которых мы говорили и также дороги и благоустройства но и естественно земельный участок если например там часто нас спрашивают а сколько стоит само домовладение без земельного участка могу сказать что стоимость непосредственно самого таунхауса без земли варьируется примерно от 68 до 72 тысяч рублей за квадратный метр это уже полностью дом со всеми сетями в принципе если сравнивать с городской квартирой это абсолютно недорого это очень хорошая цена на цену конечно в итоге там конечного лота влияет земельный участок на если это 2 и там 4 сотки земли каждая сотка стоит определенных денег плюс благоустройство в итоге получается что на такой дом землей стоит там около 8 миллионов но в целом это очень хороший хорошая замена хорошая альтернатива городской трехкомнатной квартире плюс природы которые вы получаете здесь вместе с домом так друзья сейчас пару слов про местную особенность клуб для жильцов да и эта фишка как я говорил ранее ну там далеко не каждый застройщик реализует такой объект своем проекте у нашей компании на сегодня три клуба жильцов два из них в тюмени уже работают несколько лет третьей в екатеринбурге мы открыли 1 июня что такое это досуговый центр или как сейчас принято называть соседский центр мы называем клуб жильцов это место общественное пространство куда могут прийти жители все без исключения просто так прийти здесь созданы условия для того чтобы они могли комфортно здесь провести время собраться ну вот вы видите что здесь есть столы стулья обеденная зона даже кухня оборудование они могут собраться например там поиграть в мафию как я уже рассказывал там песни вечером под гитару это тоже работает либо просто провести собрание обсудить какие-либо вопросы насущные по организации жизни в поселке либо мастер-классы связанные с приготовлением пищи любой выпекания чего-нибудь изготовление своими руками в общем застройщик для этого здесь реализовал условия люди эти могут пользоваться в большей части безвозмездно есть некоторые платные занятия например там йога или какие-то индивидуальные спортивные занятия где жители платят конкретному тренеру или сотруднику который проводит занятия но в целом вот сам по себе клуб это бесплатная история для всех абсолютно жителей мы сейчас сюда заходили я видел очень много детей то есть здесь функционирует детский лагерь как вы сказали какой-то то есть я могу ребенка знать с утра до вечера здесь сейчас работает такой детский клуб есть помещение есть специалисты которые работают с детьми родители отдают детей с утра там условно с 9 до 19 ребенок может находиться здесь ему здесь предоставляется питание с ним занимаются педагоги они играют они гуляют они иногда выезжают в город там какой-нибудь музей или на выставку но в целом они получают все плюсы загородной жизни вот вы видели там на полянке на террасе рисуют играют танцуют то здесь еще есть два помещения мы сейчас находимся такая большая кухня столовая где кухонная зона и там стол стулья чтобы люди могли сесть и пообщаться либо там заняться приготовлением чего-либо мы сейчас пройдем посмотрим есть большая комната так называемый лекторий универсальное помещение где мы расставляем стулья у нас там висит проектор мы натягиваем экран и это либо мультики для детей либо там какие-нибудь фильмы синемология для взрослых либо сюда мы иногда приглашаем разных специалистов там семейный психолог или там нейропсихолог но и либо любые другие истории которые там нужны людям полезны но в общем это некий формат такого лектория до либо мы убираем стулья у нас там есть зеркала люди приходят заниматься спорт либо театральный кружок для детей мы реализуем либо это йога в общем такое универсальное помещение есть третье помещение она для совсем маленьких детей оборудована там маленькая мебель дети там могут заниматься развивающие занятия либо то что я называю некая такая передержка когда опять-таки родителям нужно уехать в город там продукты магазины какие-то дела порешать маленького ребенка нужно оставить есть такая услуга они могут сюда его привести сдать на несколько часов скажем так есть администратор который за вашим ребенком присмотрит позанимается поиграет потом приезжаете забираете очень удобно и особенно в условиях загородной жизни это прям решает массу проблем сергей давайте подведем итоги окей а вопрос звучит следующим образом чем вы кардинально отличаетесь от других коттеджных поселков и начну я с вопроса про то сколько будут составлять коммунальные платежи да я приведу вам небольшой пример то есть достаточно крупное домовладение таунхаус площадью больше ста квадратных метров четыре сотки земли нашему жителю сейчас в среднем обходится пять шесть тысяч рублей шесть это максимум сюда включены все услуги там все ресурсы газ вода электроэнергия уборка содержание территории в общем вся коммуналка в целом это не больше шести тысяч рублей те домовладения которые меньше ста квадратных метров там еще меньше это ближе к четырем тысячам рублей в месяц то есть мы на самом деле не какой-то там супер лакшери дорогой поселок при всем при том что у нас очень развитая инфраструктура и очень много плюшек в нашем проекте как вы видели проживание и содержание участка для жителей обходится вполне доступно абсолютно не дороже чем городское жилье а иногда может даже и дешевле друзья в общем это еще не все на самом деле оказалось так что мне написала ирина а ирина оказалось это мой подписчик в инстаграме и вот так получилось что она согласилась нам экспромтом дайте интервью а еще нам повезло с тем что она живет здесь три года да это же здорово что вот прямо вот так неожиданно и мы получим обратную связь от жителя который здесь уже три года ирина рассказываете как здесь вам живется три года лучшее место для жизни вот прямо лучше лучше во-первых действительно ли быстро сюда приезжать и отсюда уезжать вот утром наверное шпрубка в город утром не знаю не езжу но я думаю что все таки как везде в городе но днем 15 минут до солнечного спокойно если за 7 минут можно если быстро как я до центра минут отлично правда ли что вот здесь работает вот этот вот семейный центр в которой вы можете сдать детей до клуб жильцов мы можем издать и прийти сами поиграть и посидеть и мультики посмотреть и разные игры сколько вы платите за коммунальные все вот эти вот хозяйство уборка территории вывоз мусора там подстрижка газонов у нас в районе до 2000 рублей выходит у нас вот лично мы наша семья да ладно 1600 рублей 500 рублей электричество да и 800 рублей газ это я вам говорю все мои расходы по нашему дому 130 134 квадрата тонхаус да 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 как быть когда хочешь развлечься тут какая есть инфраструктура какие удобства чем вы вообще занимаетесь развлечения хочется пожалуйста город не хочется здесь мы с соседями все дружим вышли у себя шашлыки пожарили на террасе чай попили к соседу зашли за сметанкой ну вот обратная связь жителя вот просто случайно получилось и каким-то экспромтом ну собственно как и все наши ролики экспромтом получаются ну вот делайте выводы сами вот такой длиннющий но тем не менее крутящий обзор у нас получился из это огромное спасибо сергею сергей спасибо удачи вам в реализации этого проекта а на этом всем спасибо всем пока жмите на колокольчик ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока в до новых встреч и в и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok